здравствуйте дорогая публика вот в мантии там куда добраться невозможно смашенными геологическими методами есть слой который называет оливиновый слой это слой которым содержится большое количество оливина это такое кристаллическое вещество камушек такой можно сказать поделочный даже может быть камушек это силикаты железа и магния силикат это значит кровь не кровь а соль кремниевой кислоты h2 co3 кремниевая кислота вот это ее вот соль соединение ну там разные другие там соединение вместе с кремнем там целая песня так вот удивительным образом при существовании этого слоя было предсказано по анализу сейсмических записей регистрировать сейсмические колебания то собственно как бы на просвет землю вот этими сейсмическими колен как простукивание это сейчас у нас есть такая замечательная аналогия с узи с томографом а вот в старые годы там конце 19 века начале 20 века это была аналогия с постукиванием да знаете как есть так сказать пальпация когда прощупывают где там что болит так вот и постукивание врач так прикладывает тук 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 слушает отзывы да вот с этим постукиванием аналогия была и вот когда-то именно предсказали существование этого любимого пояса нужно сказать что до него добраться все равно невозможно другое дело что сейчас конечно методы более совершенными нам кажется но существует и знаете откуда это известно дело в том что сотни миллионов лет назад произошло крупное столкновение в астероидном поясе солнечной системы одна из малых планет одна из самых крупных малых планет пережила вот такой вот импакт да удар в результате которого была разрушена не просто планетная кора но так хорошо ковырнули что вывратили вывратили оливиновый пояс и вот это левиновый пояс выглядит как железо со вкраплениями оливина такой зелененький или желтый зелененький камушек впервые такого рода метеорит а это же метеоритами все стало нашел палас это петербургский академик палас он написал паласово железо были всякие гипотезы как это что да почему но где-то в далеко в сибири в красноярском крае в теперешнем вот был найден этот паласово железо сейчас это называю когда я был маленький это называли железо каменные метеориты сейчас их называют просто полоситы до полоситы называют вот чего я разговор завел ну во первых вот посмотрите еще в старо давние времена когда никаких этих не было так сказать компьютеров и томографов вот путем просто постукивание правда постукивали землетрясение определили что есть вот такой вот слой даже определили его состав и таки да он есть ковырнули ну слава богу не землю а какую-то другую планету так вот лет наверное 15 назад в по моему это было фиан и ряд других советских российских простите институтов проводил следующую работу он изучал вот эти так сказать полоситы имеющиеся наличие этот полосит летал в космосе очень много 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 лет через него миллионов лет сотен миллионов лет через него пролетели прошли насквозь его огромное количество космических лучей состав космических лучей основная компонента протоны но существует и более тяжелые элементы более тяжелые ядра ну там обычное дело встретить ядро там какую-нибудь кальция там какого-нибудь да редко-редко там встречаются например ядра платины такие тоже тяжелые элементы но и еще тяжелее так вот когда проанализировали все те следы которые нашли так сказать треки а я сейчас скажу что такой трек когда в кристалл попадает заряженная частица причем частица не просто там какой-нибудь электрон или какой-нибудь гамма-квант а летит ядро заряженные частицам большущей массы большущего заряда она возмущает находящиеся вокруг него электроны вот как он летит по этому каналу с огромной скоростью разумеется и смущает эти электроны это он сдвигается с места решетка разрушается и в этом месте образуется разрушение решетки дефект который можно наблюдать под микроскопом например да это такой метод ну собственно говоря можно назвать это так сказать трековым детектором да потому что регистрируется трек вот этих самых частиц которые пролетели через него вот так вот в этих среди этих треков нашли три трека частицы который имеет массу в диапазоне это примерно от 113 до сейчас скажу от 113 до 129 z не не заряд напомню вам что самый тяжелый который имеет место быть заряд ядро открыто да это агонисон у него заряд 118 оно нестабильно понимаете если речь идет о ядрах которые легче агонисона они тоже нестабильны поверить в то что где-то в космосе они появились и потом прилетели к нам на землю практически невозможно ну сколько им лететь то надо невероятно чтобы они долетели а вот если это ядро вот то тяжелое по верхнего предела 129 это сбудется давнишняя мечта академика флёрова ныне покойного а мечта его открыть сверхтяжелые элементы кстати говоря агонисян честь которого назван агонисон элемент это вот его сподвижник они вместе с ним работали он был заместителем его сейчас он не на его по моему посту ну не знаю наверно уже по старости стал каким-нибудь советником профессором руководителем большим умным человеком без такой начальственной должности вот так вот откуда у флёров такая уверенность видите ли в чем дело атомное ядро имеет внутреннее строение оно состоит из протонов и нейтронов протоны и нейтроны должны как-то там располагаться и мы знаем что у атомных ядер есть энергетические уровни например при переходе между различными энергетическими уровнями ядра может происходить гамма-излучение или поглощение гамма-излучение о какие штуки могут происходить и вот в этом случае это интересный факт получается что представляете себе вы попадаете в ядро например гамма-квантом как раз той самой энергии которой нужно попадаете и все а ядро это еще к тому же закреплено чтобы от ядра отдачи не появилась не появилась отдача то есть вы как раз гамма-квант нужной энергии воспроизвели это называется эффект мисс бауэр эффект мисс бауэра на эффект мисс бауэра давно возлагают всякие всякие интересные надежды в частности надежды возлагают такую что если у вас есть эти уровни энергии у атомных ядер то в принципе да чем это атомное ядро отличается скажем от атома на отдельных атомах на отдельных ну на молекулах давно уже построена замечательная вещь которая называется лазер возбуждаются определенные уровни энергии надо только чтобы этот уровень был метастабильным какое-то время бы жил а потом он излучится ну вот например у атомных ядер есть уровень энергии которые долго живут 10 минус пятой секунды по и по понятиям атомно это очень долгая жизнь вот у цинка у железа есть такие уровни у плану у некоторых изотопов нужно конкретный изотоп цинка конкретный изотоп железа и вот с ними в принципе давно уже ведутся работы 60-х годов это все называется эффект мисс бауэра заключается он следующем что если у вас ядро включено четко-четко в какую-то значит матрицу но не матрица которая кино было такой матрица в матрицу кристаллической решетку то она с ним связана с кристаллической решеткой его держит туда она решет то есть когда вы взаимодействие с ней она не отскочит но не приобретет импульс от вашего удара так как стенка например стоит она с землей связана вы по мячиком ударили а стенка не отлетела мячик отлетел вот тоже самое здесь ударили по нему гамму-квантом она не отлетела она просто поглотила или не поглотила гамма-квант это его дело да вас есть поглотил то пожалуйста а если излучила опять тоже гамма-квант Это тютелька в тютельку энергии, потому что отдачи нет. Это когда вы стреляете, скажем, из пушки, пушка откатывается. Знаете, как в старинных фильмах про пиратов Карибского моря. А если вы эту пушку накрепко с чем-нибудь связали, ну, с броненосцем каким-нибудь, как в каком-нибудь несуществующем фильме про Сусимское сражение, бабахнули, и вся эта энергия отдалась всему кораблю. Корабль тяжеленный, отдачи практически не будет. Вот. И снаряд полетел. С конкретной скоростью. Отдачи нет. Понятно, да? Вот такая вот ситуация. Это четкая совершенно энергия. Очень долго этими эффектами с Баура развлекались тем, что изучали свойства этих самых ядер в условиях взаимодействия с окружающей их электронной оболочкой. Дело в том, что электронная оболочка воздействует на атомное ядро. Электронная оболочка создает атомное электрическое поле. В зависимости от конфигурации электронной оболочки, входящей, например, вот этот элемент входит в состав какой-нибудь молекулы, да? А в ней как-то расположены электронные облака определенным образом. И они влияют на этот... А очень тонко можно двигать. Я вам рассказывал, люблю такую рассказывать историю, как один советский ученый, который занимался эффектами с Баура, был в Бразилии по своим делам, там с аппаратурой какие-то не были, видимо, совместные исследования. И местные бразильские репортеры спрашивают вас, что вот тут за установка, расскажите, мы тут вас сейчас фотографировали и хотим тут в газетке сообщить наши. Ну, он говорит, это вот эффект, ну, нам попроще, попроще. Ну, точность высокая очень измерений. Ну, еще проще. Ну, вот если бы, говорит, мерили ли мы расстояние до Венеры, то вот точность такая, кому с точностью меряет, все поняли и написали. Вот, говорит, советский ученый, рядом со своей установкой, с помощью которой он меряет расстояние от Земли до Венеры с точностью 1 мм. Вот. Такое вот сказали вещь. Вот. Так вот, эффект Мисс Баура не только это позволяет делать. Это давнишняя история. Рассеяние вот этих самых гамма-квантов может происходить сразу на всем ансамбле ядер. То есть, вот как-то кто-то мне сказал, кто подтвердит, что гамма-квант – это тоже электромагнитное излучение. Вот, пожалуйста, электромагнитное излучение, резонансное рассеяние, фактически дифракция некая такая происходит. Теперь еще новая тема появилась. Дело в том, что это гамма-излучение, ну, генерировать его с помощью переходов из какого-то вот изотопа очень тяжко. А вот надо бы сгенерировать его с определенной энергией, чтобы оно было, и им облучить. Ну, есть дурацкий метод генерации – это ударить пачком электронов о преграду, бум, о стенку, о мишень. И пойдет тормозное излучение. Но оно будет иметь широкий спектр тормозного излучения. Нужно конкретной энергии излучения. И вот для этого есть слово такое интересное – андулятор. Не знаешь, что такое андулятор? Сейчас скажу. Это вот электронный ускоритель. А в нем, значит, пучок движется, да, ну, естественно, по какому-то замкнутой траектории в этом электронном ускорителе. Кстати, большие знатоки электронных ускорителей – это институт имени Буткера в Новосибирске. Вот. Так вот, значит, движутся они. И в некоторых местах поставлен магнит таким образом, что вот так вот искривляет его путь. И вот создаётся такая ситуация у этого электрона, что у него получается дополнительный уровень энергии вот от этих вот колебаний. И он может излучать. И вот вы как поставите эти самые частоты соответствующие в андуляторе, как он будет там лететь, он будет излучать монохроматическое излучение. Обычно ограничивается рентгеновским излучением, но, в общем-то говоря, вот судя по публикациям, уже удалось получить и гамма-излучение. Причём подобрать длину волны как раз для этих мисбаверских ядер. И можно получить, понимаете ли, мисбаверскую люминесценцию. Облучили вы ядра какого-нибудь там изотопа цинка или железа им, да, вот они входят в состав кристалла, облучили, и они все разом излучают, причём они излучают когерентно. Вот, ещё два-три шага, и будет у вас рентгеновский лазер. Пожалуйста. Пожалуйста, да, как это вот говорил один персонаж. Вот. Вот. Вот такие дела. Пожалуйста, можем стать рентгеновским лазером. То есть, правда, это не тот лазер, которым будут там, я не знаю, там, сжигать ракеты в космосе, или там ещё что-то такое страшное делать. Вот, это рентгеновский лазер для таких очень хиленьких, маленьких экспериментов. Так что тут живите спокойно, всё будет хорошо. Вот. Ну, вот. Как видите, от чего до чего дошло. Ну, пока вот так и не сбылась мечта Флёрова найти сверхтяжёлые элементы. Потому что им очень образоваться тяжело. Вот видите, вот между, скажем, ураном и вот теми элементами, которые, возможно, являются долгоживущими, огромное окно. Там, не знаю, там, 20 номеров порядковых таблиц Менделеева. И вот, когда где-то в расходящейся ударной волне, при взрыве сверхновой звезды, там идёт генерация изотопов тяжёлых, да, там огромные потоки нейтронов идут, вот они, нейтрон захвачен каким-нибудь ядром, потом следующим, следующим, следующим. Ну, вот до урана доходим. Уран-то очень долгоживущий. Ну, и Плутоний, в общем, долгоживущий. Ну, до нас он не дошёл, но он мог появиться. Он мог быть ступенькой. А вот когда уже доходит до всяких там аганисонов, они как-то живущие. Перепрыгнуть очень тяжело. То есть, вероятность образования такого элемента, который был найден, следы которого были найдены в этом алиминовом болевине из полосита, вот, она очень маленькая. Ну, вот, может, повезло. Может, это он и есть, может быть. А может быть и нет. Может быть, это артефакт, как говорят, ошибка. А чепатка природа опечаталась, ошиблась. Ну, вот. Но, это с одной стороны, а с другой стороны, вот, пожалуйста, в силу того, что атомное ядро имеет эти самые уровни, вот, видите, вот, вполне себе существует эффект Мисбавера. На этом эффекте Мисбавера уже мисбаверские люминесценции есть, уже гамма-люминесценции, понимаете? Уже, может быть, вот-вот будет Мисбаверский лазер. Всё это работает? Работает. Значит, модель, это называется модель оболочек атомного ядра, где все эти уровни, энергии, ну, почти как в атоме, почти. Значит, она тоже работает? Ну, ведь она предсказывает стабильность сверхтяжёлых ядер. Ёлкиш-моталкиш, да, представляете? А вдруг эти сверхтяжёлые ядра будут обладать какими-нибудь интересными уровнями энергии? А вдруг там вообще вот у нас можно будет сделать лазер какой-нибудь рентгеновский, гамма-лазер? Ну, в мобильном телефоне включил, так, рентгеновским лазером, гамма-лазером, простите. Чего-нибудь сделал. Ну, например, стерилизовал молоко, чтобы не прокисло. Для дома, для семьи. Щутка, щутка. Ну вот, не забывайте поддержать меня материально, а я буду вам нести благую весть о разных научных открытиях. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи, всех вам благ. Внизу у меня реквизит, по которому можете мне присылать деньги. Кстати говоря, на Donation Alerts и на Boosty можно из любой точки земного шара слать деньги. Они к нам проходят. Вот, и ещё один есть элемент такой. Это называется Boosty. И там вы можете подписаться, не только донатить. Можете подписаться и смотреть мои лекции по общей физике, по теоретическому основам электротехники. Лекции для тех, кто собирается поступать в УЗ, издавать ЕГЭ по физике, по математике. Там даже, я бы сказал, не лекции, а курсы. Два курса по 36 лекций. Вставляете, каждая лекция по полтора часа. По математике, по физике такие есть лекции. Вот, они там все, вот, пожалуйста, заплатил и смотри. Спасибо вам большое, да? Всех вам благ, удачи, до свидания. Жду. Да, можете списаться на ВКонтакте или в Телеграм, и я, может быть, стану вашим индивидуальным преподавателем. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok